Добрый вечер! В эфире новости ТВК. Я Ольга Тепляшина. Главное событие дня. 6 тысяч за перекрытые батареи. Массовые жалобы красноярцев на огромные суммы в платежках прокомментировали в СГК. Что для одних время отдохнуть и расслабиться, для других наоборот. Время для самой тяжелой и практически круглосуточной работы. Как встретим, так и проведем. Какая погода будет в новогоднюю ночь и готовы ли коммунальные службы к обильным осадкам. Мы не знаем о нарушениях. В Сибирском федеральном университете прокомментировали очередное уголовное дело по строительству объекта универсиады. Продолжаем проект новогодняя корзина. Дарим вот такого милого кролика, а еще ананас, шампанское, красную икру и многое другое к вашему новогоднему столу. Мы продолжаем проект новогодняя корзина на ТВК. Сегодня подарочный набор к новогоднему столу разыграем на Левом берегу. Жительница Тасеева избивала свою полуторагодовалую дочь и привязывала ее к кроватке. Теперь нерадивой матери грозит 7 лет тюрьмы. О ходе громкого дела рассказали в Следственном комитете. По версии следствия, 28-летняя женщина жила с дочкой у знакомых или родственников. Своего жилья у нее не было. И в один из таких визитов мать стала избивать ребенка при подруге. Та после инцидента обратилась в полицию. Как рассказывают очевидцы, малышку нашли раздетой в синяках на дороге в селе Тасеева. Известно, что молодая мать била дочку ладонью по голове, толкала, привязывала за руки и ноги к спинке детской кроватки. Сначала маленькую девочку поместили в больницу, а сейчас передали под временную опеку в приемную семью. Обвиняемая находится под стражей, ее хотят лишить родительских прав. В скором времени уголовное дело передадут в суд. По статье «Стезание несовершеннолетнего» жительница Тасеева грозит до 7 лет лишения свободы. В Красноярске 17-летнего подростка насмерть сбил пассажирский поезд. Все случилось вечером 26 декабря на правом берегу в районе остановочной платформы Первомайская. Как ТВК рассказали в Красноярске, молодой человек переходил через пути в наушниках и не заметил приближающийся поезд. Машинист электровоза немедленно применил экстренное торможение, но ввиду небольшого расстояния и высокой скорости, а напомню, тормозной путь поезда составляет практически километр, наезда избежать уже не удалось. Красжеды уточнили, что поезд следовал из Улан-Удэ в Москву. ТВК звонили в транспортную полицию, но трубку там не берут. На расписание движения происшествия не повлияло. ТВК обратилась за комментариями в транспортную полицию, но там снова трубку не взяли. И красноярцев призывают быть осторожными вблизи железнодорожных путей, переходить их только в безопасных местах. Бывшего помощника губернатора УСА Александра Громотунова отправили в СИЗО за растрату 6 миллионов рублей. Он работал советником нынешнего главы региона, когда тот был председателем законодательного собрания края. Сейчас Громотунов директор Красноярского центра развития бизнеса. По информации прокуратуры, в 2019 году он получил деньги якобы для хозяйственных нужд. Сумма составила 6 миллионов рублей, однако потратил он их на оплату долга по собственному кредиту. В итоге гендиректора центра развития бизнеса отправили в СИЗО до 23 февраля следующего года, хотя защита просила о залоге в размере 6 миллионов. Суд посчитал, что он может скрыться от следствия, оказать давление на свидетелей, а также препятствовать производству по делу, так как имеет много знакомых в органах власти. К слову, после должности помощника УСА Громотунов также был заместителем министра экономического развития и инвестиционной политики Красноярского края. На Громотунова завели уголовное дело о присвоении и растрате. 6 тысяч за перекрытые батареи. Красноярцы продолжают массово жаловаться на огромные суммы в платежках за отопление. Как отмечают горожане, Таифы увеличились не на 11%, как было обещано, а в 2, иногда даже в 3 раза. В СГК накануне заявили, такие суммы получились из-за того, что якобы месяц выдался холодным, а значит, дома потребляли больше тепла. Однако, если сравнивать платежки за декабрь 2021 и этого года, то суммы отличаются кардинально, несмотря на то, что прошлая зима тоже была холодной. Расчеты тепла в этом году вели, начиная с 20-х чисел ноября. Судя по прогнозам, тогда в Красноярске дневные температуры были в районе минус 15 градусов, а ночью столбики термометров иногда опускались до минус 25. Тем не менее, декабрь выдался достаточно теплым, поэтому многие стали перекрывать батареи в надежде сэкономить, но столкнулись с неприятным сюрпризом от сибирской генерирующей. К сожалению, перекрытие батареи в квартире существенной экономии всем жителям дома не принесут, потому что это очень низкий процент от общего количества батарей в доме. С учетом того, что действие законодательства закрепляет обязанности всех собственников производить оплату за отопление всего многоквартирного дома, понятно, что перекрытие одной-двух батареи существенной экономии не сыграет. Здесь скорее ситуацию нужно рассматривать с точки зрения сохранения тепла. Здесь, безусловно, собственники совместно с управляющей компанией могут разработать и реализовать достаточный план по экономии. Тем, кому платить такие суммы тяжело, предлагают компенсации на оплату ЖКХ, но и тут она положена не всем, а только льготным категориям граждан – инвалидам, ветеранам труда, многодетным. Однако, если вы все-таки понимаете, что общая сумма всех коммунальных услуг превышает ноябрьскую на 11,7%, вы также можете просить компенсацию. Для этого необходимо обратиться в теплоснабжающую организацию. Новый год в Красноярске может пройти в режиме черного неба. Об этом на встрече с главой города рассказали синоптики. Также, по их данным, почти на всех новогодних каникулах будет идти снег. Кроме того, в этом году красноярцы будут встречать Новый год на волне заболеваемости гриппом и ОРВИ. Дождутся ли красноярцы скорой в новогоднюю ночь и готовы ли коммунальные службы к обильным осадкам? Ответы на эти вопросы знает Дмитрий Ишкузин. Уже скоро часы по всей стране пробьют 12, а это значит, что и красноярцы будут праздновать Новый год. Однако, что для одних время отдохнуть и расслабиться, для других наоборот, время для самой тяжелой и практически круглосуточной работы. Для медперсонала 31 декабря и 1 января это одни из самых тяжелых рабочих дней, когда количество вызовов резко увеличивается. Один из главных вопросов красноярцев – смогут ли они получить экстренную помощь, если такая понадобится им во время новогодних праздников. Ранние красноярские медики официально заявили, что ожидание вызванной скорой помощи выросло до трех часов. Все из-за бушующих, гриппа и ОРВИ. Однако, на ежегодные предновогодние встречи с мэром представители Минздрава заверили – число бригад увеличат и красноярцы не останутся без помощи. Организовано дежурство государственных гражданских служащих министерств в период с 8 утра 23-го, 12-го, 22-го до 8 утра 9 января 23-го года в соответствии с графиком дежурств. Организована работа поликлиник и женских консультаций. Стационары и скорые будут работать у нас в круглосуточном режиме. Бригады скорой медицинской помощи будут выделяться дополнительно. В этом году, как назло, после теплых зимних дней температура воздуха резко упадет. Начиная с 30-го декабря термометры в среднем покажут минус 22-24 градуса, а с 31-го на 1-е похолодает до минус 30-ти. Причем будет безветренно. Синоптики не исключают, что Новый год красноярцы будут встречать в режиме черного неба. Как рассказали специалисты, почти все дни до и сразу после Нового года будет идти снег. Жалобы на нечищенные дороги новостям ТВК поступали все прошлые новогодние выходные. Водители и пешеходы были недовольны качеством уборки тротуаров и дорог, особенно на окраинах. В этом году руководитель департамента городского хозяйства заверил, коммунальщики готовы к любым коллапсам. Количество имеющейся в виде недорожной техники предприятием составляет 240 единиц. При ухудшении погодных условий дополнительно привлекаются еще от 30 до 50 единиц резервной техники. Самосвалы, погрузчики, грейдеры. Среднесуточный выход дорожных рабочих, включая привлеченный персонал гурсин, осуществляющих уборки ручным способом составляет не менее 320 человек. В дневное время 270, в ночное время более 50 человек. При неблагоприятных погодных условиях, особенно во время снегопада, на дороге Красноярска помимо собственной техники будут привлекаться дополнительная техника. Кроме того, вспомнили в мэрии и мусорный коллапс в 2019 году. Тогда красноярцев в новом году ждало не новое счастье, а новые стихийные свалки. Причем образовывались они как на окраинах, так и в центре города. В этом году региональным операторам направили сразу несколько писем с просьбой не превращать дворы в свалки. Тем более, что по сравнению с прошлым, все больше красноярцев выберут местом проведения праздника собственный двор, так как все красочные массовые мероприятия в городе отменили для экономии бюджета. Мы должны создать благоприятную обстановку, тем более обстановку в новой сложившейся ситуации, когда праздник люди будут отмечать в ином формате, не в таком массовом. Мы не создаем сегодня ни городских фейерверков, ни объектов притяжения в связи со специальной военной операцией. Поэтому люди будут больше времени проводить с семьями, с друзьями где-то во дворах. Для тех, кто все-таки решит провести новогоднюю ночь у городской елки, мэрия запустит 11 специальных маршрутов. Ходить они будут с 31 декабря на 1 января с 10.30 вечера до 2 часов ночи. Все автобусы будут проезжать через остров Татышев. Схемы и расписание пообещали разместить уже в ближайшие дни на сайте администрации и портале Красноярск ГорТранс. Дмитрий Шкузин, Владимир Антонов, Новости ТВК. Мы продолжаем проект «Новогодняя корзина» на ТВК. На этой неделе дарим зрителям продуктовые наборы к новогоднему столу. Чтобы стать обладателем приза, нужно раньше других угадать, где находится наш корреспондент и оказаться на месте прямого включения первым. Алена Кузнецова уже на одной из новогодних локаций нашего города. Она на прямой связи со студией. Алена, дай подсказку, где тебя искать. Да, Оля, я действительно на одной из новогодних локаций Советского района. Подсказка сразу. В названии парка есть трехзначное круглое число. Ну и помимо трехзначного круглого числа в парке есть вот такая небольшая елочка, памятник достаточно крупный и ледяная горка. Я надеюсь, кто-то уже догадался, где мы находимся. И пока вот наши победители собираются прибежать к нам за новогодней корзиной, я расскажу, что же в ней находится. В этом году партнер нашей новогодней корзины, торговая сеть, Командор. Что ж, для красноярцев они приготовили шампанское, ананасы, конфеты, мандарины, колбасу, сыр и красную икру. И вот такого вот милого кролика, это символ наступающего года. Гипермаркеты Аллея, супермаркеты Командоры, дискаунтеры хорошие, приглашают красноярцев за новогодними подарками и продуктами к праздничному столу. До 31 декабря включительно в магазинах сети действует акция «Снежный бонус». При покупках от тысячи рублей, рубли будут превращаться в снежинки, а в новогоднюю ночь эти снежинки станут бонусами, с помощью которых можно вернуть часть потраченных средств. Ну и пока мы ждем первого победителя, в студии вам слово. Алена, спасибо. Напомню, это была Алена Кузнецова. И прямо сейчас она находится рядом с елкой в советском районе. И готова вручить новогодний подарок первому телезрителю, который доберется до нашей съемочной группы. Российские операторы сотовой связи стали повышать цены на свои тарифы. Сообщения о пересмотре стоимости услуг уже получили абоненты Мегафона и Теледва, сообщают ведомости. По данным издания речь идет исключительно об архивных тарифах. В уведомлении Мегафона уточняют, что изменение цен происходит на фоне роста затрат на оборудование. Представитель Теледва в разговоре с журналистами подчеркнул, что изменение цены в большинстве тарифов составляет не более 50 рублей в месяц, что не превышает индексы потребительских цены, проводится не чаще одного раза в календарный год. Еще два оператора большой четверки, Билайн и МТС, пока цены не повышают, однако настойчиво предлагают клиентам новые тарифы, иногда с более высокой абонентской платой. Священника из Емельяновского района, который собирал деньги на отопление храма, освободили от должности и перевели в другую церковь. Об этом рассказал сам отец Андрей. Ранее настоятель Свято-Труицкого храма из села Частоостровская обратился к красноярцам с просьбой помочь собрать деньги на тепло и электроэнергию. Как рассказал священник, после выхода сюжета новостей ТВК им удалось собрать около 50 тысяч. Этой суммы должно хватить, чтобы оплатить электричество и купить уголь на месяц. Однако 26 декабря Красноярская епархия освободила отца Андрей от служения и назначила настоятелем храма Казанской иконы Божьей Матери в селе Тюльково Балахтинского района. Это в 200 километрах от Красноярска. Жители Частоостровского говорят, что отец Андрей принял решение смиренно, но не сами прихожане. Мы, конечно, все в шоке были в большом. Плакали все, прям слезами плакали. Очень жалко. Мы только привыкли все ходить в церковь. И сейчас перестанут люди ходить. Многие. В епархии ТВК пояснили, что решение о переводе отца Андрея никак не связано с тем, что священник просил у прихожан помощи с отоплением. В целом за год епархия отстранила от служения и назначила в новые храмы более 80 священников для того, чтобы лучше, цитата, организовать духовную жизнь. Как рассказали прихожане, сейчас в свето-троицкий храм в селе Частоостровское уже назначили нового батюшку. Далее мы прервемся на короткий анонс рекламы. Напомню, ТВК есть во всех социальных сетях. Чтобы связаться с нами, оставить комментарий или еще раз посмотреть любой сюжет выпуска, сканируйте QR-код, который вы сейчас видите на экране, переходите по ссылке, подписывайтесь и помните ТВК не только ТВ. Кажется, у нас есть новый обладатель новогодней корзины от ТВК. На связи Алена Кузнецова снова возле елки в Советском районе она находится. Алена, что произошло за эти минуты? Да, Оля, за эти минуты к нам прибежали победители, они один, а сразу два. Вот первым оказался Николай, он живет здесь недалеко, в Советском районе, рядом с парком 400-летия Красноярска. Николай получит у нас почти всю корзину, об этом чуть позже. Николай, можете рассказать, смотрели новости, как узнали о розыгрыше нашем? Да, смотрел новости, увидел розыгрыш, но я тут рядом живу в соседнем доме. Просто подошел, никого нет, удивился очень, что еще никого нет. Хорошо, Николай, спасибо. Корзину я вам не отдам, только пока не поздравите красноярцев с наступающим и не пожелайте чего-нибудь хорошего. Я хочу пожелать всем хорошего года, нового года, крепкого здоровья, благ и всего самого наилучшего. Да, и у нас есть еще второй победитель. Диана, иди сюда. Она оказалась чуть-чуть, чуть-чуть менее быстрая, чем Николай, но она оказалась очень милой, и мы не можем оставить ее без подарков. Вот мы с Николаем договорились, что подарим Диане вот такого зайчика и коробочку конфет к чаю. Она с родителями, думаю, с удовольствием их съест. Диана, рассказывай, смотрела новости, как узнала про розыгрыш? Я смотрела новости и увидела, что снимают недалеко от моего дома. Я побежала быстрее одеваться, чтобы добежать до Сюдова. Молодец. Ну и, как и Николай, поздравь, пожалуйста, красноярцев. Я желаю всем, чтобы у вас в новом 2023 году сбылись все мечты и была удача на работе. Спасибо тебе большое. Так, вручаю всю оставшуюся корзину Николаю. С наступающим. Спасибо. Вам спасибо. Присоединяюсь к поздравлениям и напоминаю, что разыгрывать такие корзины мы будем всю оставшуюся неделю, вплоть до 30 декабря. Также новогодние корзины разыгрывают наши коллеги из программы «Новое утро». Следите за эфирами. Примерно в 7.30 утра, также на новогодних локациях, корреспонденты и ведущие будут дарить подарки. На этом у меня все. Оля. Алена, спасибо. Я напомню, это была Алена Кузнецова. Она вручила новогоднюю корзину от ТВК. И получить такой пресс можете и вы. Следите за нашими эфирами и участвуйте в розыгрыше. В нашем эфире продолжается еще один проект новогодний. Называется «Обыкновенное чудо». На этой неделе мы будем воплощать мечты наших взрослых зрителей. В новой серии исполняем желания матери двоих сыновей. Женщина загадала, чтобы дети усердно учились, в школе получали только хорошие оценки, ну и, конечно, чтобы у них оставалось время для любимых игр. И, кажется, нам удалось приблизить исполнение этого заветного желания. Как, прямо сейчас расскажет Светлана Чернушевич. Партнер проекта – сеть гипермаркетов «Рич Фэмили». Приглашаем за подарками к новогодним праздникам. Желаем ярких впечатлений и радостных событий. Берем мышку, то есть, чтобы прям пользоваться, вот так подключаем. Включаем саму мышку. И после этого вот уже телефон загорается. И, собственно, мы в него заходим. То есть, по-другому, к большому сожалению, тут уже никак. Недаром, говорят, Голь на выдумке хитра. Адаптер, компьютерная мышка, немного фантазии. И телефон с неработающим сенсором обретает вторую жизнь. Удобство, конечно, сомнительное. К тому же и такое устройство приходится делить на всю семью. Все равно, видите, это получается не всегда. Во-первых, сын в школе. Во-вторых, он там просто в этом своем телефоне сидит и говорит «мам, ну это как бы мое и все». И не всегда удается у него взять. Когда-то где-то он там на улице. То есть, нету прям такой доступности, что вот я сейчас там через полчаса могу зайти посмотреть, потому что мне там очень нужно именно в этот момент туда зайти. Такого не бывает. То есть, как-то бывает такое, что там раз в сутки, и то там очень поздно вечером захожу, и сидим поздно вечерами уже делаем там уроки, потому что раньше там нет возможности зайти. Денег на новый гаджет у семьи сейчас нет, но делиться бригадировам не привыкать. Как-то же уживалась семья из трех человек на девяти квадратных метрах. Сейчас на пятерых делят уже 18 квадратов в комнате общежития. С Екатериной и ее сыновьями здесь живут котик Черныш и кролик по кличке Пушок. Ну а в полуживом телефоне у семьи сейчас кажется вся жизнь. Школьный электронный журнал, родительские чаты, домашние задания. Екатерина переживает, что и она, и главное дети без современного гаджета многое упускают. Ну а парням, конечно, хочется не отставать от одноклассников не только в учебе. Название популярных мобильных игр знают наизусть. Устройство, если у вас такое вот появится, новое, с целым экраном, мышку не надо подключать. Все можно вот пальцем. Представляете себе такое? Да. Что будем делать с этим устройством? Играть. Какие игры будем играть? Поппи Плей Тайм, обязательно геометрия Рэш и мои поющие монстры. Так, ребята, ну в игры-то будем играть, а уроки будем делать? Да. Будем делать уроки. Точно не обманываете? Точно не обманываем. Ну что ж, раз так, кажется, пришло время для новогоднего чуда, обыкновенного для многих, но не обыкновенного для этой конкретной семьи. Вот чудеса. Вы верите? Да. Ну раз верите, и мы вам верим, что вы будете хорошо учиться, у нас есть для вас подарок. И как вы видите, вот такой большой у нас конверт, упаковка. Ну давайте вместе открывать. Открывайте. Не ожидали такого подарка? Нет. Давайте дальше открывать. Это ваш теперь планшет? Планшет, конечно, общий, но первым делом мама устанавливает вайбер, чтобы теперь всегда быть на связи с другими родителями. Дальше сайт учиру и, конечно, электронный журнал. Ой, тут такие оценки, слушайте. Вот пятерка. Подожди. Две пятерки у меня. Теперь пятерок в дневнике, очевидно, прибавится. Но и для игр время останется. Осуществить обыкновенное чудо для Екатерины и ее сыновей телеканалу ТВК помогла страховая медицинская организация «Сагасмет». Многолетний опыт работы страховой медицинской организации «Сагасмет». Стабильность компании, широкая региональная сеть, команда профессионалов позволяют обеспечивать граждан надежной защитой и гарантировать получение медицинской помощи в системе обязательного медицинского страхования. Но при этом мы знаем, что все-таки здоровье – это в первую очередь личная ответственность каждого. И мы поддерживаем тех, кто ведет здоровый образ жизни, поэтому решили помочь мамочке двоих ребятишек в организации режима Дня Семьи. Для этого мы и дарим планшет. Пусть ребятишки растут здоровыми, счастливыми, радуют своими успехами своих родителей. Счастье на весь следующий год бригадирам кажется уже обеспечено. В доме целых два символа наступающего года – и кот, и кролик. Ну а чтобы сохранить приятные воспоминания, семье теперь достаточно одного клика на экране планшета. Итак, скажите, сыр? Сыр! Светлана Черношевич, Владимир Антонов. Обыкновенное чудо на ТВК. Проводить больше времени с семьей, не есть на ночь и больше заниматься спортом. Такие обещания дают россияне себе на Новый год. Результатами опроса поделилась Альфа-страхование. Так, большинство респондентов, почти 21%, обещают себе в будущем году проводить больше времени с семьей. Чуть меньше опрошенных, а именно 16%, хотят в 2023-м реализовать себя в карьере. Еще 12% отказаться от вредных привычек. В целом, больше половины опрошенных, 64%, планируют в новогоднюю ночь загадывать желание и давать себе обещания. При этом 36% не дают себе обещания никогда, потому что живут по принципу здесь и сейчас. Кроме того, у респондентов спрашивали, считают ли они себя счастливыми. И 53% опрошенных ответили положительно. Но для полного счастья чаще всего людям не хватает здоровья, отношений и семьи, хорошего жилья, новой машины и денег. Ну а красноярцы тем временем обещают себе в новом году подняться по карьерной лестнице, заняться спортом, ну и просто быть счастливее. Вот какие ответы получили сегодня наши корреспонденты. Вы, может, уже себе какое-то обещание на 2023 год подготовили? Обещание жить для себя. А цели обычно ставите на год? Естественно. Есть какие-то вот такие масштабные в плане работы или личной жизни, которые вы сегодня решили? Есть. А какие следите? Ну, поиск себя, профессиональный рост. Здесь в планке. Даша также. Быть на новый уровень в своем деле, который я сейчас развивала. Продолжить заниматься спортом. Каким спортом вы занимаетесь? Баскетболом. Больше читать, начать. Наверное, просто быть счастливой и просто исполнить пару своих желаний. А что за желания? Ну, вот в бытовом плане. Ну, в бытовом съездить, наконец-то, к родственникам на день рождения в августе. И, наверное, вырасти в должности. Зачеты все сдать. Учебы, заниматься нормально, не прогуливать. А в личностном плане? Больше читать. Все устраивает, работают. Продолжать в том же духе? Да, да, да. Бабушку сложить, отдохнуть на море. А куда хотите? Ну, в этом году не куда, а пока нет. Ну, а в планах? Ну, в планах нет еще. В планах такого, чтобы конкретно. Осуществлять мечты, которые были задуманы ранее. Уже наступило это время. Пора. А может, в бытовом плане это что-то? Отказаться от вредных привычек, например? Ой, это обязательно. Работаем над всеми вредными привычками постоянно. Своими друзьями мы всегда за то, чтобы каждый месяц избавляться от какой-то вредной привычки. Получается? Получается. Например, не есть конфеты на ночь раз и уже не ешь. Конечно, занимаемся подведением итогов и так далее. Ну, пока рановато еще. Дня через два, я думаю, за столом будем уже подводить какие-то итоги. Ну, может, у вас уже есть, например, в бытовом плане, что вы хотите в следующем году точно воплотить? Машину купить, работу поменять, спортом заняться? Вот все, что вы сказали, это и хочу воплотить. Ну, вот на 23-е обещание себе уже какое-то давали? Обещание? Конечно. Вести себя хорошо. Может быть, еще что-то больше времени с семьей проводить? Конечно. Внуки мои очень требуют много внимания. Так что буду уделять им по мере сил. В Сибирском федеральном университете прокомментировали очередное уголовное дело, которое касается универсиады 2019. Речь идет о многофункциональном комплексе, который закрылся спустя два года после строительства. Здание стоило больше миллиарда рублей. Работы по его строительству начали еще в 2015-м. Заказчиком выступал СФУ. К 2019 году комплекс построили и даже сдали, но объект оказался с нарушениями. Позже выяснилось, что подрядчик использовал некачественные материалы, в том числе арматурные стержни в аварийном состоянии. В 2021 году эксплуатацию одного из объектов здания пришлось прекратить. Сейчас комплекс вообще законсервирован. Следователи завели уголовное дело о превышении должностных полномочий в ответ на обвинения силовиков. В СФУ рассказали, что не знают о каких-либо нарушениях своих сотрудников при приемке многофункционального комплекса. В университете отметили, что на здании еще действует гарантия, и сейчас ВУЗ обсуждает претензии с подрядчиком. Отмечу, что после зимней универсиады 2019 года в Красноярске полицейские выявили более 10 уголовных фактов, связанных с благоустройством города к играм и выкупам земли. Также свой отчет опубликовала счетная палата. По ее данным, 21 из 34 объектов универсиады ввели с нарушениями сроков, а 3 сдали лишь после окончания игр. В эфире ТВК продолжается проект «Подари дрова». Это проект, в котором мы с вами помогаем тем, кому не хватает тепла. На этот раз наша съемочная группа отправилась в один из поселков вблизи Красноярска. Оттуда с просьбой о помощи к нам обратились волонтеры приюта для животных. Автор проекта Светлана Чернушевич встретилась и с волонтерами, и с пушистыми постояльцами, и выяснила, какой помощи там будут особенно рады в сибирские морозы. Это проект «Подари дрова», проект, в котором мы с вами помогаем тем, кому не хватает тепла. Сегодня выпуск у нас не совсем обычный. Нашей с вами помощи ждут около сотни вот таких пушистых постояльцев. Ну что ж, давайте с ними знакомиться. Это Кузя, ему 4 года. Он добродушный, пушистый и очень ласковый. Любит гладиться и чесаться. Его хозяин погиб, и теперь Кузя ищет дом. А пока живет в приюте. Таких, как он, собак волею судеб, оставшихся на улице здесь около 70. Цыгана сбила машина, у него были переломаны лапы. К нему, в отличие от Кузи, подход нужно поискать. Этот свободолюбивый парень так просто к себе не подпустит. Брата с сестрой Милку и Бубу щенками выкинули в коробки в лесу. Буба вырос крепким, единственное, задние лапки у него немного нестандартные. В этом приюте он почетный донор. Сдает кровь, когда другим собакам нужна помощь. Хася – сама доброта. К волонтерам приюта подбежала на трассе, запрыгнула в машину, хозяев искали, но не нашли. Так здесь и осталось. Всю ее любвеобильность мы ощутили на себе. Грома нашли на базах. У него неправильно сросшийся таз, вероятно, после ДТП. Таз ему разломали и скрипили заново. Теперь он немного прихрамывает. Герду люди взяли, полагая, что это Ротвейлер. А когда собака начала расти, поняли, что она дворняжка. И выкинули на улицу. Это Кэрри. Подпольная кличка – собачка Топ-Топ. После ДТП врачи говорили, что она не будет ходить. Но волонтеры врачам не поверили. Повторяли Кэрри – Топ-Топ. Она старалась, топала, и вот она уже держится на всех четырех лапах. Мы не собираем собак просто с улицы, всех к себе. У каждой собаки есть своя история. И она у нас находится, потому что в другом случае бы она не выжила. Олеся Сидоркина историю каждого постояльца приюта знает наизусть. Вообще женщина работает учителем биологии в 82-й школе на Керенского в студенческом городке. К 9-9.30 утра приезжает на работу, учит детей тому, как устроены живые организмы. А после обеда каждый день едет сюда. Живым организмам помогать. Таким учителям и коллеги, и главные ученики точно могут гордиться. А началось все с личной истории. У коллеги рядом с домом, в частном секторе они жили, родились щенки. И вот было жалко их. Начали искать, как их пристроить, куда можно подать объявление. Потом поняли, что нужна стерилизация. И так постепенно, постепенно в итоге втянулись. Теперь в приюте около 70 собак и 30 котиков. Работы много, всех прокормить, чего только стоит. Еду собакам и летом, и зимой готовят на уличной печи. В морозы горячим нужно кормить чаще. На одну печку ходят три таких большие кастрюли. На зиму мы увеличиваем дозу и варим собачкам четыре кастрюли. Ну и до пяти. Вот таких вот больших. Вот сейчас у нас тут мяско варится. Вот. Вот так, наверное, кипит как раз. Мяско варится, потом мы его достаем, режем и уже туда опускаем крупу. Голодным, говорят, никто не остается. Печь здесь затапливают с раннего утра. Сначала подогревают остатки каши с вечера. Потом начинают варить мясное. В топку летит все, что хорошо горит. Деревяшки, коробки и прочее. Это люди, которые разбирали старый дом, то есть планируют строить новый. И вот они не остались равнодушными. И остатки своего старого дома, старые вот ограды, подарили нам для того, чтобы мы использовали дрова, чтобы варили кашу собачкам. Как таковые дрова в привычном добротном понимании приюту не нужны. Здесь будут рады всему. С угощением та же история. Хоть мясо, хоть крупы здесь примут с радостью. Что немаловажно, все кошки и собаки в приюте привиты и стерилизованы. Стерилизовать животных стараются бесплатно по акции от приюта «Поводок». Но если нужна экстренная медицинская помощь, волонтеры обращаются в частные клиники. Волчица, так ее прозвали местные, только после операции. Здесь ее передержат 10 дней, а когда швы за живот отпустят обратно в привычную среду обитания. Все потому, что приют переполнен и к дверям продолжают подкидывать щенков. Во многом поэтому волонтеры точное местонахождение приюта в эфире просят не озвучивать. Особенно, конечно, много бездомных становится по осени, когда дачный сезон заканчивается. Люди брали себе игрушку на лето, а потом с собой ее, конечно, не забирают. И вот потом они еще начинают размножаться и пополняются ряды бездомных собачек. Недавно здесь появились новенькие. Большинство щенков сейчас на карантине с кишечной инфекцией. А вот этого трехмесячного парнишка уже вылечили. Он ищет дом. Вот так бывает, что не только таким беззащитным существам, но и тем, кто им помогает, тоже приходится просить о помощи. Если вы готовы помочь этому приюту дровами или оказать другую посильную помощь, позвоните нам в редакцию по телефону 200 00 65 или напишите в социальные сети и мессенджеры ТВК. Давайте вместе поделимся теплом с теми, кому его не хватает. Светлана Чернушевич, Сергей Токарев, новости ТВК. Красноярский гринч украл у детей елку в Солнечном. Новогоднее преступление случилось поздно вечером 26 декабря на территории детского сада номер 303 на улице 40 лет Победы. Кража елки попала на камеры уличного видеонаблюдения. На кадрах видно, что елка поддалась мужчине не сразу. Спустя некоторое время злоумышленник все же выдергивает дерево из новогодней композиции и, спотыкаясь, убегает. За территорией садика мужчину встретила девушка и они скрылись. В мэрии сравнили злоумышленника с известным вымышленным персонажем Гринчем-похитителем Рождества. Жители Солнечного призывают помочь найти похитителей елки. Ну а их самих одуматься и вернуть детям праздник. Скандалы в резиденции Деда Мороза, дерзкое ограбление пенсионера и гигантская авто-елка. Самые читаемые темы в соцсетях ТВК. Что еще лайкали и обсуждали красноярцы, расскажем в рубрике «Слово админу». Всем привет! С вами Виктория Потапенко и прямо сейчас обзор всего самого читаемого и обсуждаемого в соцсетях ТВК. Сотрудник резиденции Деда Мороза отказался пускать детей, потому что они пришли после закрытия. Мамы стали требовать, чтобы их детей приняли. В итоге сотрудник сорвался и накричал на ребенка. Овец Мороз! Вот смотрите, раз, два, три, четыре, пять, все! Больше никого не осталось! Нет, все! Ребят, я предупреждал это! Что? Нет! Что еще раз? Не надо орать! Вы не орите на ребенка, а вы что-то морете на нее? Все, испугаете потом! Позже сотрудник рассказал, что повысил голос не на ребенка, а на женщину, которая стояла рядом. Также, по его словам, Дед Мороз все-таки вышел к детям, но это уже на видео не снимали. В соцсетях мнения разделились. Не умеет в руках себя держать, не надо с детьми работать. Что за вранье? Он крикнул в толпу, а не на ребенка. У него кончилось рабочее время. Ему, наверное, из-за подобных особ нужно круглосуточно сидеть и ждать. А снимать обязательно было, что мужчина сорвался? Многие ли захотят на работе остаться после рабочего времени? Надо понимать, что это в первую очередь человек. Он не робот. Тоже устает, и у него, как у всех, есть семья. Он же не волшебник. Красноярец ограбил 73-летнего пенсионера в маршрутке. Пожилой мужчина смотрел видео на телефоне, когда парень резко выхватил гаджет из его рук и выскочил из автобуса. В итоге злоумышленника задержала полиция. Похищенный телефон изъяли, скоро его вернут хозяину. А виновнику грозит до четырех лет тюрьмы. Красноярские водители выстроили машины в гигантскую автоелку. В этом году в акции участие приняли около 700 машин. Это рекорд. Как красноярские, так и всероссийские. Камила Валиева исполнила мечту 12-летней Лизы из Сосновоборска, которая мечтала встретиться со знаменитой фигуристкой. Лиза подарила Камиле именной брелок, который смастерила сама. А Камила оставила девочке на память мягкую игрушку со своим автографом. Это был обзор всего самого читаемого в соцсетях ТВК. Здесь вы увидите QR-код, переходите по нему, ставьте лайки, подписывайтесь и оставляйте комментарии. И помните, что ТВК – это не только ТВ. Красноярские торговые центры рассказали о графике работы в новогодние праздники, когда откроются магазины в новом 2023 году. Об этом мы не только расскажем в рубрике «Новости коротко». В торговых центрах Красноярска рассказали, как будут работать во время новогодних праздников. Так, 31 декабря и 1 января планета будет работать в сокращенном режиме. Магазины закроются в 8 вечера. Гипермаркет ОК проработает до 9 часов. При этом с 28 по 30 декабря гипермаркет будет открыт круглосуточно. 1 января торговый центр заработает в час дня. В таком же режиме будет работать июнь. Торговый центр «Мега» 31 декабря будет работать с 10 утра до 6 вечера. 1 января – выходной. «Комсомол» и «Зеленый» 31 декабря будут работать с 10 утра до 7 часов вечера. 1 января также выходной. «Покровская», «Краснояре» и «Атмосфера дома» 31 декабря будут открыты с 10 утра до 8 вечера. 1 января – выходной. Со 2 числа все магазины заработают в штатном режиме, кроме торгового центра «Зеленый». Он откроется 3 января. Красноярск стал вторым городом по стоимости поздравлений Деда Мороза и Снегурочки в России. Такие выводы сделали аналитики проекта Тинькофф Дата. За год стоимость аниматоров выросла на 33%. Так, если в прошлом году средняя стоимость поздравления была около 1700 рублей, то в этом году 2260 рублей. Еще дороже стоят поздравления новогоднего волшебника только в Москве. В среднем 2815 рублей. На третьем месте находится Санкт-Петербург. Там визит аниматоров обойдется чуть дешевле, чем в Красноярске, около 2216 рублей. Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Красноярском крае преодолевает пик. Эпидемический порог превышен на 68%. Более 23 тысяч жителей края заболели гриппом и ОРВИ за прошедшую неделю. Каждый день в регионе еще более сотни человек заболевают коронавирусом. Об этом сообщил главный санитарный врач Дмитрий Горяев. Он подчеркнул, что каждый второй из заболевших взрослый, а каждый пятый школьник. Встреча в бане в канун Нового года – это не только известный советский художественный образ, идея, но и в целом давняя русская традиция. Любители банных процедур приписывают этому процессу целебные свойства. Ну а другие люди, напротив, избегают бани и сауны в силу хронических заболеваний. Оправданы ли такие опасения? И в чем реальная польза бани? Правда ли, что попарившись, можно избавиться от похмелья? Обо всем подробно расскажет врач Владимир Хиновкер в рубрике «Вопросы доктору». Здравствуйте! Это «Вопросы доктору» и я врач-интенсивный терапевт Владимир Хиновкер. Баня парит, баня правит, баня все поправит и еще, о, тепленькая пошла. Сегодня «Вопросы про баню». В чем польза бани и как усилить положительный эффект для здоровья? Вы знаете, мы с друзьями каждый Новый год ходим в баню. 31 декабря мы топим баню, я живу за городом. И сначала идем паримся, купаемся в снегу, а уже потом садимся за праздничный стол, слушаем речь нашего президента и запускаем фейерверки. Баню любят все, и это, в общем, такой национальный вид спорта, если можно так выразиться. И вы знаете, бане на самом деле приписывается огромное количество положительных качеств и медицинских эффектов. Последнее мета-исследование 2021 года показало, что многие наши надежды на самом деле не совсем верны. И точно доказано только то, что баня хорошо влияет на сречно-студистую систему, может выравнивать отреальное давление, улучшает моторику управления тонусом сосудов, то есть делает нас более, ну скажем, вариабельными. Мы лучше подстраиваемся под изменения окружающей среды и лучше управляем своим давлением. И второе – это то, что она может быть полезна для действий металлогическими заболеваниями, снимает боль в суставах, ну и так далее. Все остальные эффекты требуют дальнейшего изучения, как сказано в этом мета-обзоре, но предполагается, что в основе их лежит, безусловно, психологическая составляющая. Баня, безусловно, расслабляет, для нас это, конечно же, отдых, это положительные эмоции, и с этим связано улучшение сна, и других каких-то механизмов пока достоверных нет. Ожидать какого-то особенного дезинтоксикационного эффекта от бани точно совершенно не стоит, потому что вся та вода, которую мы теряем с потом и электролитом, мы их тут же восстанавливаем с чаем, выпитым или морсом, или чем-то другим, что мы пьем, минералкой, например, а все-таки шлаки выводят у нас с почки. Конечно, если мы с вами во время бани пользуемся какими-то контрастными процедурами, такими как обливание холодной водой, или посыпание снегом, или просто купание в снегу, или в ледяной проруби, или если здоровье нам это позволяет делать, то мы, конечно же, усиливаем действие сауны, действие бани, как сосудорегулирующего средства. Считается, что этот механизм опосредован повышением чувствительности специальных рецепторов к оксиду азота. Это такой универсальный регулятор сосудистого тонуса. А вот как раз всевозможные благовония, масла, пихтовая, эвкалиптовая и все остальные, они все-таки больше влияют на наше самочувствие общее, на наш отдых, на психологический комфорт. Ну а благодаря этому уже повышает иммунитет, улучшает сон и делает нас моложе. Кому баня противопоказана? Абсолютно противопоказан на бане людям с заболеваниями в острой стадии. Если вы именно сейчас болеете гриппом, или вы болеете ОРЗ, или у вас обострение бронхита, или еще какое-то острое заболевание, вам в баню идти не нужно, вам нужно все-таки отдыхать. И лишняя физическая нагрузка, и нагрузка на сердце вам точно совершенно не полезна. Неполезна баня людям с неконтролируемой гипертонией. С тем, у кого кризовое течение, кто не может подобрать себе правильно таблетки, тоже в баню ходить не следует. Ну и вы знаете, часто спрашивают, баня скорее помогает, или скорее ухудшает течение хронической боли. Универсального ответа на этот вопрос нет. Если вы знаете, что вам после бани становится легче, то я как врач совершенно официально заявляю вам, вам баня поможет. А если вам после бани становится хуже, ну не ходите в баню, потому что от горячего у вас отекает, например, корешок, и боль усиливается. Совместима ли баня с алкоголем, и правда ли, что попарившись, можно избавиться от похмелья? В преддверии Нового года всех поздравляю с наступающим праздником, мы желаем вам крепкого здоровья. И баня – это, конечно, одно из составляющих нашего здорового образа жизни. Особенно, если вы любите баню. Выпивать до бани совершенно точно не нужно. Это дополнительная нагрузка на сердце. А после бани, наверное, немного можно. В самой бане выпивать крепкие спиртные напитки точно совершенно нельзя. Если вы надеетесь, что вы после возлияния избыточных в бане поправитесь, вас может ожидать тяжелое разочарование, потому что на самом деле сама по себе баня никак не влияет на похмелье. Напротив, если у вас есть тахикардия, то вы только дополнительную нагрузку на свое сердце добавите горячим паром и горячей температурой вокруг. Не дай бог оно не выдержит. Поэтому, пожалуйста, не рискуйте. Никаких особых плюсов, кроме того, что, может быть, только у вас озноб пройдет, больше не будет. От похмелья все-таки помогает обильное питье, снотворное, и хорошо поспать. Свои вопросы доктору Хиновкеру можно задавать по номеру 200-00-65. Также пишите в вайбер и ватсап по номеру 8-923-165-45-00 и в любых социальных сетях ТВК. И на сегодня это все новости. Напомню, телефон редакции 200-00-65. Подписывайтесь на нас во всех соцсетях. И до встречи в эфире. Субтитры подогнал «Симон»!